И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков, и они тотчас оставив свои сети, последовали за Ним. Здесь никаких глубин богословия нет. Все понятно. Такие же люди, вот как мы с вами, не выше ростом были, так же пили, ели, дружили. Может кому-то и завидовали, обижались, но вот встречаются с Иисусом, и слышат они от Господа, что иди за Мною. Весь мир куда-то идет. Миллиард идет за Магометом, не за Христом. Миллиард, это не миллион, идут за Буддой, восточной религии. И те, которые признают Христа за Бога, те, которые молятся, как малые идут за Христом. А меня так наставили родители. Вот рядом село, староверы живут. Пойдите, скажите им, следовать за Христом. Они не поймут это, могут оскорбиться. Мне мама умирала, наказывала, 77 вера, Бог один, никуда, доченька, не ходи. Живут без священства, не причащаются, ничего нет. Любому сектанцу скажи, откуда вы взялись? Следование за Христом это в церкви. Без церкви нет следования. Бог так назначил, церковь карабель. Они не услышат и не поймут. Простые слова, сколько в них заложено. И я сделаю вас плавцами человека. Обычно, когда люди близко сходятся, то младше у старшего учатся чему-то. И если уже очень близко сойдутся, а у него какое-то резкое мастерство, он ему по дружбе, по доверчивости начинает передавать. Это тебе кусок хлеба. Я жизнь прожил припевающе, печеньком был. Я лично. 40 лет. Все при мне. Хозяева приветят, на дорогу дадут и деньги. Я за день зарабатывал столько же, сколько на работе государственной за целый месяц. Какие же специальности были у нашего Господа Иисуса Христа? Ну, известно одна. Плотник. Видимо, неплохой был плотник, потому что его отец, так сказать, приемный Иосиф, тоже был плотник. И, видимо, передал ему. Но ведь Господь есть и пастырь. Он есть истинная виноградная лоза, есть дверь. И всему этому надо учить. Но, заря за собой, он учит одной специальности. Сделаю лобцами человеком. Я ничего не толкую. Повторяю, я не толкователь никакой. Я просто слышу слова Господа. Господь, а чему ты научишь, пойдем за тобой? Мне жить-то надо лобцами человеком. А как жить? У меня, я тут надеюсь, у меня брат рядом, хорошее отношение у него, то лошадку возьмут, то телегу. Понимаете? Господь говорит, сто крат больше будет. Да у меня здесь дом, сто крат больше домов будет. Да у меня тут сестры, сто крат больше здесь все, матерей будет. Ты понял? Я сделаю вас лобцами человеком. Голос этот, расслышали? Почитая жития святых. Самая настоящая видовщина. Причем крутая видовщина. Приходит молодой человек, он искренне желает спастись, но путь неизвестен. Евангелие скрыли монахи. Надо поступить в услужение Альне, в пустыннику. Он учит его, что он может учить, когда разговаривать нельзя. Дальше говорится. Он взял хворостину сухую, которая пролежала пять лет, и пошел с ним, и говорит, иди за мной, ученик. Это три километра от тени. Воткнул ее, и говорит, поливай два раза в день. И он, несмотря ни на болезни, ни на погоду, туда-сюда, это шесть километров, еще раз шесть, это до корчины отсюда дойти. Каждый день. И поливает ее три-пять лет. Ведь это придумать нельзя. Это не то, что издевательство, а садиль, самое настоящее. И он смотрит, ни одного не пропустил. Раза все делает, как положено. Он его не сделал ни агрономом, ни зоотехником. Он его сделал шатающимся поверху, языческое шатание. И написано, и смотрит на него, как он усердно поливает. Мало того, еще усилие ртом поливать. Сколько во рту туда донесешь. И потом берет он и делает усилие, как будто вытаскивает. Она едва стоит, сгнила вся. И говорит, не приросла. Ладно, заканчиваем эксперимент. Следующий. Сто тонн, допустим, скала стоит. А ну иди принеси. И вот он упирается, подсвечет, учителя смотрят. Это настоящий амол будет. Совершенно мозгов нет. Манкурс. Как будто зомби. Да разве Богу это угодно? Это же тебя святых написано. Я ничего здесь не придумываю. Затворники. Затворник, кого может поймать, когда он сам затворился? Его оттуда не выковырнешь. Молчальники. Пустынники. Плачливые. Названия эти преподобные все есть. Но нету специальности у всех человеков. Идите, я сделаю вас не монахами, не ревенителями благочестия. Сегодня это великая похвала. Он ревенитель благочестия. Двумя перстами молится. А тот еще лучше, тремя, тоже ревенитель благочестия. Нет этого нигде. Никаких ревенителей. Есть послушное слово. Иди за Моем. Все это может быть ревенителем, следуя за Господом. Он есть царь царей. И он говорит, вас соделаю царями. А этому не учат. Он есть Господь господствующий. И вас сделаю господадем. Этому не учат. А учат одному. И нигде этому не учат. В семинаре учатся человек 4 года. В академии 4. Я беседовал неоднократно и говорил. Какие у вас уроки преподают, чтобы быть лапцом человеком? А что это такое? Он даже не слышал и не знает. А кто из вине? Вот он знает. Как выйти уголь насыпать в кабила, разжечь, махать, обходить. Это ему надо учиться. Сколько поклонок сделать. Это другая религия совершенно. Нам ничего не изменит. Мы это слышим. Но к этим словам Христа мы не прислонились даже. Притом не надо думать, что это относится только к апостолам. Святые мужи веры, такие как Иоанн Златоуст, говорили. Я ничего не успею, если вы мое слово не понесете дальше. Где ты работаешь на работе? Кого поймал? Едите в город, у вас клиенты. Кого поймал? И вот мы сидим на развалинах сегодня, на реках Вавиловских. А давайте объединяться. Ну, два мирписа объединились. Патриархия, Зарубежная церковь. Что их мнется? Год прошел, но оно и не может измениться ничего. Если бы одни сказали, вот мы были благовестники, вот соединились с теми, кто проповедует. И те сразу, давайте открывать школу, мы будем преподавателями. И уже через год, не через год, на благовестие выпустить можно уже через неделю. Говоришь, что знаешь, учение будет продолжаться. Ведь все изменилось бы. Идите, ты где? Там. А у тебя все сын, а у меня в администрации работает. С ним начинай ропать. Чтобы он не разбойничал здесь. Я говорю, вот в отпуск сейчас уходит, депутат. Самая маленькая, отпускные 280 тысяч. Почему никто ничего не говорит? А потому что туда не были посланы. Идите за мной. Оказывается, сделай в словаре человека тогда, когда пойдешь за ним. Тут вот секрет-то в чем. А я хочу, Владимир, не получится. Ты будешь портить только. Жуков соберать червей, лягушек. Но превратить из волка во всу тебе не дана бой. Потому что не следуешь за Господом. А следовать Господом как? Слышать глаз Духа Божия. Держать Слово Божие в руках. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Все опирается в Евангелие и в молитву. Апостолы это поняли. В первый же день. И оставились эти и пошли. Проходит год, ходят за Христом. Два года ходят, а сами не знают, кто он. Потом Господь спрашивает, вы за кого меня подсчитаете, ребята? Ну и начали собирать, кто за Еремею, кто Елею. Дух Святой развязал язык одного и говорит, ты, Сын Бога Всевышнего. Ты так и не знал, вот отец мой небесный тебе взял, да я переоткрыл немножко, шторку убрал, ты увидал, говоришь. А ты еще ничего не понимаешь. Три года проходит. Христос воскрес. Они ничего еще не понимают. И все сидят закрытые. Все еще монастырь у них. И пока не сошел Дух Святой. И обречетесь с Сылою. И будете мне свидетелями до края земли. Все. Я все объяснил. Четыре года, чего учить от Света, вот ты не знаешь. Вот я закончил уже. Полный курс прошли. Молись, исполняйся Духом Святым и иди завтра же. Ты увидишь плоды. У нас вот уехал брат, учитель ваш. Звонит, молитесь. Сегодня собирают там людей. Пишет. Опять о своей мать братстве. Пять человек было. Беседа прошла прекрасно. Сегодня и завтра может быть со священником встретиться. Он это понял. Вкусил. Приобретается души для Христа. Они ходят в церковь, ничего не знают. Мы зашли к ним, они совершенно темные. Дверь вот так открыта. На центральную улицу. Кто хочет, заходит. Литургия идет. Литургия верная. Совершенно нет. Там один вормочет. Потом коп вышел с чашей. Кого причащать? Любой подходит. Это даже у сектантов такого безобразия нет. А какие ловцы человеков? Ну вот прошлое. В воскресенье ездили за вело. Тьма, промежная. Я говорю, а собирается люди сектанты? Собираются. Пятидесятники. Победите меня туда. Мы пришли прямо, попали наконец в собрание. У всех Евангелия, у бабушек. Всех научили говорить на незнакомых языках. Там непонятно что говорят. И тут же беседа состоялась. Мы уже в центре внимания. Незнакомые люди пришли. Они желают рассказать, поделиться. У нас этого ничего нет. Человек говорит, я 14 лет хожу в храм, выхожу. И ко мне ни разу никто не подошел. Я просто человек такой, ненавязчивый. Встану, стою. И увидел, какая-то глуппа собирается. Это наши люди. Ну и пристал, пригласили назад, и все, она пришла. Ревностная христианка. И ей обидно, что она одинока. Она не то, что ловцом не стала. Она же не поймана была. Ее надо было уловить сначала. И впереди следование за Христом. И когда Дух Святой объял все существо апостола Петра, он возглаголовал. Деяние 2.18.41. Петр же сказал им, покайтесь. И докрестится каждый из вас своими, Иисуса Христа, для прощения грехов, и получи дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог. И дальних их надо призвать. Итак, Петр это понял, и слова Христа точно передал. Я ловцом человека встал. Я передаю, что дальние ваши должны услышать. Вы поняли? Все. До конца вселенной всей твари будете проповедовать. Притом каждый. Ты дома со своей внучкой занимайся, и крепко занимайся. Это твой виноградник. Изекиера 47.10. И будут стоять под него рыболовы. Будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде. И как в Большом море, рыба будет весна много. Похоже. Много рыбы. Перечисляется 153 больших рыбин. Это ясно, что не гальяна. Их не пересчитаешь. И сеть не прорывает. А мы гальяна поймали, и сеть порвалась. Значит, не те рыбаки еще. Лука 5.10. Так же Иаков избрал Иоанна, сыновей Деведей, и бывший товарищ ему Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человека. Петр понял это. То есть поверил. А внутрь не проникло. А как это узнать? Очень просто. Христос уже воскрес, а он не знает и говорит, иду ловить рыбу. То есть Иоанна прежде специально снова вывернула и пошел. И ученики один за другим. И я пойду, и я пойду. И на Панаил все подались опять на рыбалку. Опять сеть и вытащили, и окончилось. И снова воскресший Христос встречает их. Куда пошли? И дальше мы видим, куда он подправляет их. И в Римскую империю. Фома, а ты куда? Рыбачить. В Индию отправляйся. Марк, а ты куда? Рыбачить. Давай в Александрию. А ты, Андрей, иди к Киевским горам. Там русская нация есть. Вот что нужно. Услышать голос Божий. Сидеть. Вопрос каждый поставь. Я услышал этот голос? Следовать за Ним. Следование за Ним предполагает быть лапцом человека. Все остальные специальности Христовы после этой. И я сделаю. Если мы вошли в близкое и дружественное отношение со Христом, попросим Его, Господи, саделай меня лапцом. И покажи, где я должен родить. И все равно покажи, сам я в твоей сети пойман или в обрядоверии запутался. Одна обрядность только осталась. Может быть, один трех только стоит. Внутри я себе желаю пойти другим засвидетельствовать. А как? А вот это все Дух Святой должен сказать. Ты с кем-то обедуешься, подойди, пока никто не подходит. Вы видите, что мы ходим на благовестие, просим вас молиться. Бог удивительные встречи устраивает. Просто удивительные. Свели с каким-то знатным человеком. Он принял прекрасно нас, куда мы ездили. Такое открытое лицо, с таким интересом слушает, сразу купил книги. Вопросы задает. Верующий все на старшее почему? Там поп. Он их всех поднял. Я вам показывал документы от митрополита. А вы, может, подделали. Я говорю, какое же основание? Я дал думать так обо мне, чтобы я подделал. Я радичил бы, как я вам документы подделал. Он говорит совершенно неразумные слова. Но, пока говорили, видимо, Бог все-таки ситуацию переменил. Я показал фотографию нашего епископа с патриархом в книге. И он обещает батюшку приехать к нам сюда. С кем-то. Так что, начинайте молиться. Звать Александр. Думаем, что не случайно мы там были. Он думает ехать на благовестие. Сети на нас будет сбрасывать. А мы покажем, что такое быть учеником Христовым и рыболовым. Лука 14.33. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Что ты до этого знал, до встречи с Евангелием, со Христом? Проверь. От Бога это или нет? Если это для Бога, может, одну нитьку тебе только надо принести. Это все сеять будет. Помогай. Что можешь делать? Мы ездим, средства нужны. Вот поехали в прошлый раз. Только одна душа подошла и дала денег. Приехали сюда-сюда. Шоферы 300 рублей заплатили. На это только-только, без всякой амортизации. В чем-то, в участке. Хоть один узелок на этой сети-то завяжите. А то ведь явитесь, ничего не будет. Написано, кто примет праведниковое имя праведника, получит награду праведника. И стакан воды холодной не пропадет. Все это прилагает тебе. Объявили об этом? Сразу отложи тебе деньги и упрощи, что тебе приняли. Твою лепку. Если ты доверяешь, конечно, не думай, что мы пошли и истратили на свои прихоти. Лука 18, 28, 30. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобой. Он сказал вам, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия. И не получил бы гораздо более все время и век будущий. Жизнь вечная. Здесь-то еще будут нет у тебя, друзья, а жизнь вечная-то точно уже показана. Быть ловцом человеков. А если бы Господь встретил тракторица, сказал бы, ты будешь ловцом человека. А если бы встретил какого-то компьютерщика сегодня, у Господа каждому человеку одно следуй за мною и сделай ловцом человека. А то, что ты умел делать, сесть лови, ты примени туда. Работал на компьютере, ты будешь работать в другой области, ты будешь помогать. Бог все наши специальности легко старое имя в голове превращает. Это мой книжник. Филипийцам тревозы. Павел говорит, вот я встретился со Христом. У него была большая ученость, как о нем сказано. Так что правитель сказал, она доводит тебя до сумасшествия. А он говорит, я все почитаю, считаю, ради превосходства, познания Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Нам что мешает? Хозяйство, семья, бедность, увлеченность. Господь все это при доверии Ему поворачивает в свою сторону. Вся семья, все твое имущество будет служить для Господа. Мы считаем, Павел передает разным, как Филимону, приветствия. И Иоанн говорит об этом, что вы приняли благовестников, как меня, как Христа принять. К этому делу относиться нужно очень и очень трепетно. Вот на неделе сюда к нам приезжал главный банкир Артайского края. Мы ждали, провели сюда, он всем был удивлен. Дал всем книги. Показали храм. Он, конечно, приехал с дарами, кое-что привезли в лагерь. Но самое главное, что мы показали изображение здесь, надписи, посчитали не торопясь, хотя они и торопились. Мы считаем, что все это ответ нашего Господа. Что в такую дыру заехать человеку, которому дорога не сюда открыта. Это все чьи-то молитвы. Имейте много друзей. И все постоянно себя проверяете на молитве. Господи, я приду. Что я принесу тебе? В Израиле считалось позором быть бездетным. Живота, детей нет. Позор. В Новом Завете это в духовном плане. Если женатый заботится о том, как угодить жене, то не женатый, как Господу. Он сел, поехал, все, все при нем. И незамужие точно так же. Она заботится, как угодить Господа. И вопрос, а в чем Господу угодить? Был бы он здесь, напоил, накормил. Нет ничего дороже спасения души. Я слышал неоднократно такое извлечение, что одна душа, спасенная кровью Христа, стоит дороже всего мира, полного золота. Потому что, чтобы мир сотворить, Бог сказал, да, будет. И все явилось. А чтобы спасти, Ему надо было умирать. Терпеть великие страдания. Итак, сегодня Господь призывает каждого. Следуй за мной. И сразу насторожись. А что? Как проверить себя? А потому, стал ли ты ловцом? Это одно из самых сильных доказательств. Ни патриархом стал, ни епископом. Господь не сказал, что я научу тебя кодила разжигать. А ловцами человека. Поэтому посмотри, на кого можно закидывать сеть. Из чего она, эта сеть у тебя сплетена будет? Для первых ослов, она была из проросиц и щадец. Перекрестная нитка. Так объясняют святые отцы. Сегодня самая лучшая сеть плетется, как и всегда, нашей жизнью. Да умудрит нас Господь, чтобы мы не оказались в стороне, когда начнется экзамен. И экзамен не на какую-то специальность, а на экзамен рыбака. Аминь.